...давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Так и хочется спросить, зачем? Зачем всё это? Ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ответ только один. Дело не в нашем политическом режиме, не в чём-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок её развития. Мы будем вести с вами диалог. Пусть тогда реализуют не дорожную карту, а минских соглашений, а план, чтобы по каждому пункту был краткий срок, что это сделать. Но убеждён, что вам будет дан отрицательный ответ, с вами не согласятся. И поэтому единственное решение – это признание. Я вот сейчас выслушал то, что сказал Николай Платон. Я считаю, необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать её, и в случае никаких подвижек, если не будет, признавать ЛНР и ДНР. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Предложение дать 2-3 дня Западу, чтобы он одумался – это дело, конечно, вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию, это всем понятно. В этой ситуации я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю – да, да, надо признавать. Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за это.